Долгожданное событие для прихода. В минувшее воскресенье в храме святых бессеребренников Космы и Дамиана Уральской столицы состоялся чин освящения колоколов. Торжественное богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Благословляется и освящается сия компанны, благодатью Духа Святаго, воды сия священное окропление во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Молитвенная комната при областной клинической больнице номер один была открыта и освящена 22 июня 1999 года. По инициативе тогда главврача, ныне президента фонда содействия строительству храма Евгения Васильевича Самборского. В 2019 году на территории больницы состоялась закладка Большой Церкви. Спустя 4 года купола и кресты уже украшают возведенный величественный храм, расположенный на территории медицинского городка в Уральской столице. Но к его строительству прихожане, верующие, жители окрестностей и сотрудники клиники, в числе которых много врачей, шли более 20 лет. Очень радостно обживаться в этом храме. Долго ждали несколько десятилетий этот храм. Он такой уютный, хоть и новый. Очень радостно, что много прихожан каждое воскресенье. После освящения колоколов владыка вручил епархиальные награды. Медаль святого праведного Симеона Верхотурского и медаль святой великомученицы Екатерины благодетелям Ивану Ивановичу и Ольге Владимировне Сидоровым. Сегодня мы совершили освящение колоколов. Это большой труд, чтобы сделать колокола. Кто-то, если видел, как колокола производят, то это как жизнь человека. И вот эта жизнь началась. Колокола привезли, подняли, посветили. Они теперь поют. Теперь есть возможность не только у людей заходить в храм, но и слышать, как храм поет. Знать, что когда звенят колокола, то можно, если нельзя прийти по каким-то причинам, зайти в храм, человек лежит, то, по крайней мере, обратиться к Богу и быть услышанным. Есть такая возможность, и она очень дорогого стоит.